Всем привет! В этом видео я детально расскажу о функциях и о том, как настроить бесплатный встроенный антивирус и центр безопасности защитника Windows – Windows 10 Creators Update. В предыдущем видео, ссылка на которое есть в описании, я уже показывал, как отключить, включить или удалить защитник Windows Defender в сборке 17.03 Creators Update. Но если сторонними платными антивирусными программами вы пользоваться не планируете, то это видео будет полезным для вас. Кроме бесплатной антивирусной защиты, Microsoft интегрировал в Центр безопасности защитника Windows различные защитные функции, в частности проверку работоспособности устройства, BrandMauer Windows, управление контент-фильтром SmartScreen и родительским контролем. Чтобы перейти к Центру безопасности защитника Windows, откройте поиск Windows. Введите «Защитник» • Выберите Центр безопасности защитника Windows • После этого откроется новый интерфейс антивируса. Если один из представленных компонентов имеет красный кружок с белым крестиком или жёлтый треугольник с чёрным восклицательным знаком, значит нужно исправить обнаруженную проблему. Такие предупреждающие значки дублируются и на иконке защитника Windows в системном трее. Обратите внимание, Центр безопасности защитника Windows также проверяет состояние установленных драйверов. Некоторые старые устройства могут вызывать отображение жёлтой метки в секции «Работоспособность устройства» по причине отсутствия совместимых драйверов. В этом случае нужно проигнорировать предупреждение. Кстати, старое приложение под названием «Защитник Windows» по-прежнему осталось в системе. Если вы привыкли к нему предыдущей сборке системы, то им также можно пользоваться. Чтобы запустить его, перейдите на «Диск C» «Program Files» «Windows Defender» Найдите в папке файл «msascui.exe» и запустите его, кликнув дважды. Наиболее важной функцией приложения является «Защита от вирусов и угроз». Чтобы настроить её, выберите «Защита от вирусов и угроз» или дублирующую кнопку в левой части окна Центра безопасности защитника Windows. Нажмите ссылку «Параметры защиты от вирусов и других угроз». В первую очередь нужно включить параметры «Защита» в режиме реального времени. Если переключатель данной функции отключен, то другие параметры могут быть недоступны для изменения и выделены серым цветом. Облачная защита безопасна для большинства пользователей. Если вы сильно озабочены конфиденциальностью, можете отключить данный компонент. Но для наилучшего результата её рекомендуется включить. Параметр «Автоматическая отправка образцов» схож с предыдущими настройками. Следует оставить его включенным. Данная опция влияет на надёжность облачной защиты. Если вы не являетесь опытным пользователем компьютера, следует оставить настройки исключений по умолчанию. Изменяйте эти параметры только, если вы чётко понимаете последствия выполняемых действий. Функция «Уведомления» позволяет пользователям изучать данные последних сканирований и показывает недельные сводки активности. Нажмите ссылку «Изменение параметров уведомлений» и включите или отключите переключатель получить последние действия и результаты сканирования по вашему желанию. Рекомендую оставить активными уведомления Брандмауэра Windows для максимальной защиты. Как и многие другие антивирусные программы, защитник Windows по умолчанию многие зараженные объекты перемещает в карантин. Защищённую папку, угрозы в которой не могут нанести вред системе. Защитник Windows автоматически удаляет обнаруженные файлы из карантина после трёх месяцев. Чтобы перейти в карантин, необходимо выбрать меню «Защита от вирусов и угроз» Журнал сканирования. В случае наличия на устройстве обнаруженных угроз, под разделе «Текущие угрозы» появится кнопка «Запуск действий», нажав которую можно добавить опасные объекты в карантин. Нажав ссылку под разделе «Угрозы» в карантине «Посмотреть журнал полностью» можно просмотреть все угрозы, которые уже изолированы в карантине. Если вы хотите узнать, какие файлы были добавлены в карантин, вы можете нажать по элементу списка и выбрать ссылку «Показать подробности». Кнопка «Очистить журнал» применяется ко всем секциям журнала сканирования. Она очищает список угроз в карантине и список разрешённых угроз навсегда. Тут же в подразделе «Журнал сканирования» расположены ссылки, с помощью которых можно запустить быстрое сканирование или расширенную проверку. Стоит отметить, что нет никакой необходимости запускать быстрое сканирование системы, потому что в Windows 10 Creators Update «Быстрая проверка» выполняется защитником Windows ежедневно, по умолчанию в 3 часа ночи, совместно с обновлениями компонентов Windows и другими задачами. Если операция была пропущена или отменена из-за завершения работы или перезагрузки компьютера, сканирование запускается в следующий раз после включения или перезагрузки компьютера. Если сканирование не запускалось продолжительное время, центр действия будет уведомлять об этом сообщением. Защитнику Windows необходимо выполнить сканирование компьютера. Полное сканирование системы рекомендуется выполнять раз в месяц для того, чтобы проверить отсутствие вирусов и других вредоносных программ на компьютере. Также следует запустить полное антивирусное сканирование системы, если иконка центра безопасности защитника Windows в системном трее получила красную или желтую метку. Чтобы запустить полное сканирование системы, откройте вкладку «Центр безопасности, защита от вирусов и других угроз». Нажмите ссылку «Расширенная проверка». Выберите опцию «Полное сканирование» и нажмите кнопку «Выполнить сканирование сейчас». Полное сканирование системы может продолжаться несколько часов. При этом вы можете продолжать работать на компьютере. Если по результатам полного сканирования угрозы не были обнаружены, закройте приложение после завершения проверки. Если были обнаружены подозрительные объекты, то защитник Windows выведет сообщение «На устройстве могут быть угрозы». Стоит подождать окончания сканирования, чтобы посмотреть подробные сведения об обнаруженных объектах. После завершения сканирования нажмите кнопку «Удалить угрозы», чтобы добавить опасные файлы в карантин, или кнопку «Запуск действий», чтобы выполнить автоматическое удаление угроз. Также, в меню «Расширенное сканирование», кроме полного, доступно настраиваемое сканирование и проверка автономного защитника Windows. На настраиваемом сканировании детально останавливаться не будем. С ним всё понятно – это сканирование отдельных указанных файлов и папок. А вот проверка автономного защитника Windows – это мощный автономный инструмент проверки, который можно запустить с доверенной среды без загрузки операционной системы. Это не что иное, как сканирование при загрузке Windows. Данная функция позволяет удалять стойкие вредоносные программы, руткиты и скрытые угрозы, которые используют методы обхода антивирусной защиты при запуске Windows. Для запуска автономного сканирования Windows 10 Creators Update закройте все открытые документы и запущенные программы. Затем в меню «Защита от вирусов и других угроз Центра безопасности» нажмите ссылку «Расширенная проверка». Выберите опцию «Проверка автономного защитника Windows» и нажмите кнопку «Выполнить сканирование сейчас». Защитник Windows предупредит, что автономное сканирование займёт некоторое время и устройство будет перезагружено. Убедитесь, что все документы сохранены и нажмите кнопку «Проверка». После этого Windows предупредит, что перезагрузка пройдёт в течение минуты. Нажмите «Закрыть» и подождите пока устройство будет перезагружено. После этого защитник Windows запустит автономное сканирование и автоматически поместит обнаруженные объекты в карантин. Для завершения сканирования потребуется 10-15 минут. После завершения процесса проверки и очистки устройство снова перезагрузится. Войдите в систему и убедитесь в отсутствии вредоносных программ. Также в секции «Защита от вирусов и угроз» доступна возможность обновления системы защиты. Кликнув на данном пункте можно проверить актуальность базы данных сигнатур вирусов. В нашем случае система защиты актуальна. Секция «Работоспособность устройства» показывает информацию о центре обновления Windows, ёмкости хранилища, драйверах устройств и о состоянии батареи для ноутбука или планшета. После запуска устройства сканирование работоспособности может занять некоторое время, поэтому актуальная информация может быть недоступна сразу же. Если в одной из областей диагностики будут обнаружены ошибки, то они будут отображены здесь. Пользователю будет предложено либо открыть страницу Microsoft с инструкциями по устранению неполадки, либо нажать ссылку для быстрого устранения. Чуть ниже на странице «Работоспособность устройства» расположена секция «Начать заново». Данная опция является автоматизированной версией функций сброса системы с сохранением персональных файлов. Это не новая функция, но вы можете использовать Центры безопасности защитника Windows для переустановки Windows с сохранением личных данных. То есть, это тот же сброс системы. Чтобы выполнить сброс системы, нажмите ссылку «Дополнительные сведения». Затем нажмите кнопку «Начало работы» и следуйте экранным подсказкам. Ссылка на детальное видео о том, как сбросить Windows к исходному состоянию или заводским настройкам будет в описании. В секции «Брандмауэр и безопасность сети» представлена краткая сводка о состоянии брендмауэра Windows и о типе сетевых подключений . При нажатии по отдельному типу сети вы можете включать или отключать брендмауэр и блокировать все входящие соединения, включая запросы от разрешённых приложений. Ссылки в нижней части страниц открывают страницу брендмауэр в классической панели управления. Средства устранения неполадок подключения к сети и интернету, параметры управления брендмауэра, восстановления значения брендмауэра по умолчанию. Секция «Управление приложениями и браузером» позволяет управлять поведением модуля защитника Windows под названием SmartScreen. Проверка приложений и файлов позволяет настроить обработку неопознанных приложений и файлов из интернета. По умолчанию выбрана опция «Предупредить», которая будет оптимальна для большинства пользователей. Для усиленной защиты нужно остановить значение «Блокировать». Раздел SmartScreen для Microsoft Edge позволяет управлять тем самым контент-фильтром, который мы помним по Internet Explorer. Данный модуль защищает компьютер от вредоносных сайтов и загрузок. По умолчанию выставлено значение «Предупредить», но для усиленной защиты рекомендуется выбрать опцию «Блокировать». Секция SmartScreen для приложений магазина Windows предназначена для управления функцией проверки содержимого, которая используется в приложениях магазина Windows. Здесь доступны всего две опции «Предупредить» и «Выключить». Если вы заботитесь о безопасности, остановите выбор на значении «Предупредить». О блокировке программ и сайтов фильтром «Защитника Windows SmartScreen» я рассматривал ранее в видео, ссылка на которое есть в описании. И последняя секция Центра безопасности «Защитника Windows» «Параметры для семьи» содержит всего две ссылки, которые ведут в веб-консоль управления учётной записью Microsoft. Опция «Просмотр параметров для семьи» показывает членов семьи, которые были добавлены в Windows 10. Вы можете просмотреть недавнюю активность детей, их заказы, время, проведённое за компьютером, историю браузерной активности, статистику использования приложений, игр и мультимедийного контента и даже определить местоположение человека, если его устройство поддерживает данную функцию. Чтобы добавить аккаунт ребёнка или временно заблокировать текущий аккаунт в Windows 10, откройте приложение «Параметры». Перейдите в раздел «Учётные записи». Выберите секцию «Семья и другие люди». Нажмите кнопку «Добавить члена семьи». Сделать это можно, используя одну учётную запись Microsoft. Убедитесь, что учётные записи детей имеют стандартные, а не административные права. Опция «Просмотр устройств» показывает список всех семейных устройств, компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Вы можете определить местоположение устройства, посмотреть их недавние локации и удалять старые устройства. Для этого также потребуется войти в учётную запись Microsoft. Это все пункты меню Центра безопасности Защитника Windows. Но для того, чтобы настроить его правильную и полноценную работу, предлагаю рассмотреть ещё несколько фишек. По непонятным причинам Защитник Windows Windows 10 по умолчанию не сканирует съёмные носители. Например, USB-устройства флеш-памяти или внешние диски. Это может привести к вредоносным заражениям или запуску потенциально нежелательных программ. Для исправления этой проблемы, откройте Windows PowerShell Администратор и в интерфейсе Windows PowerShell вставьте следующую команду. Нажмите Enter. После этого Защитник Windows 10 станет сканировать съёмные диски. Если вы столкнётесь с ситуацией, когда Защитник Windows показывает сообщение с ошибкой, не удаётся запустить службу Центра обеспечения безопасности, то данная служба, вероятнее всего, была отключена. Как вы могли обратить внимание, Защитник Windows не имеет настроек сканирования по расписанию в графическом интерфейсе программы. Но если необходимость настроить сканирование по расписанию есть, то это можно сделать следующим образом. Запустите планировщик заданий. • Щёлкните правой кнопкой мыши по пункту Планировщик заданий Локальный и выберите опцию Создать простую задачу. • Откроется мастер создания простой задачи. • Задайте имя и описание для задачи сканирования и нажмите кнопку Далее. • Если вы хотите запускать полное сканирование системы, выберите вариант Ежемесячно. • На следующем экране вы можете выбрать все месяцы, а также настроить конкретный день и время для полных проверок. • Так как ограничение использования ресурсов центрального процессора недоступно, рекомендуется выбрать время наиболее вероятного бездействия компьютера, потому что процесс сканирования снижает производительность системы. Далее. • При выборе требуемого действия выберите вариант Запустить программу. • Далее. • Нажмите кнопку Обзор. • Перейдите в папку Disk C Program Files Windows Defender и дважды кликните по файлу mpcmd.run.exe • Этот исполняемый файл позволяет запускать основные задачи в защитнике Windows. • Для выполнения полного сканирования в поле «Добавить аргументы» введите следующую команду. • Далее. • Процесс настройки практически завершён. • Включите опцию «Открыть окно свойства» для этой задачи после нажатия кнопки «Готово» • Готово. • Окно свойств откроется с активной вкладкой «Общие». • Нажмите кнопку «Изменить» в параметре «При выполнении задач использовать следующую учётную запись пользователя» в разделе «Параметры безопасности». • В поле «Введите имена выбираемых объектов» введите большими буквами «Система» • И нажмите кнопку «Проверить имена» • Название должно стать подчёркнутым. • Нажмите кнопку «Ок» • Таким образом будет выбран аккаунт с наивысшим приоритетом и пользовательскими правами • Возвращаемся на вкладку «Общие» и отмечаем галочку «Выполнить с наивысшими правами» • Таким образом, защитник Windows будет запущен с повышенными правами, что гарантирует успешность сложного удаления вредоносных программ. • Откройте вкладку «Параметры» и включите опцию «Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск» • Если компьютер был выключен, когда настало время плановой проверки, сканирование будет проведено при следующем включении компьютера и входа в учётную запись • Нажмите ОК в окне «Параметры» • Переходим в папку «Библиотека планировщика заданий» и видим, что наше задание создано и появилось в списке планировщиков • Во время запланированных операций будет запускаться окно командной строки. Оно закроется автоматически при завершении процесса сканирования • Это всё, если моё видео оказалось полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Удачи!